Вот эта ответственность, честность, неумение работать с какими-то конъюнктурными вещами – это отличало Ину. И сложность создавала в её собственном каком-то продвижении. Вот уже практически не осталось людей, которые занимаются деревянной гравюрой. Это вообще работа такая для крепкого мужчины. Очень такая требующая и внимания, и силы, и огромного труда техника. А с другой стороны, это очень выразительная техника. Вот мы смотрим на неё, на эту липовую доску, и видим, как с помощью резца художница вынимала, выбирала белый цвет, порезала каждую линию, и видим уже результат, конечно, в зеркальном отображении. Она иллюстрировала очень много книг, но особо она любила писателя Томаса Мана. Она работала над иллюстрациями к сочинениям Маркиза де Сада. Сказания, мифы, библейские истории – это та стихия, в которой работала Инна Энтина, которая её привлекала. Много работала и с техникой афорта, акватин, тлитографии, то есть рисовала на камне. Очень много акварели сделала. Вообще, очень любила рисовать санаторы, очень любила Крым. И в Крыму написаны многие пейзажи, потому что Инна ещё совершенно замечательный живописец, очень чувствовала, тонко чувствовала цвет. В последнее время она работала над иллюстрациями и к детским книгам, и одни из самых последних работ – это иллюстрации Гоголя. Столько свободы и лёгкости, и какого-то такого неизбывной выдумки, которые мы видим в её рисунках, эти все качества были характерны для её творчества. Состоятся ещё две выставки. Одна выставка будет проходить в галерее от Рейстера, конечно, на переулке. На ней хотели бы сконцентрироваться больше, конечно, показать все аспекты Иннах работа, больше сконцентрироваться на её живописи и станковой графике. И завершит всё, видимо, выставка в Музее Серебряного века в мае месяце, в которой особенно полно хотелось бы показать Инну графику, иллюстрации, ну и, конечно, и другие её работы. И хотелось бы, чтобы к этим выставкам был выпущен каталог. Наконец, выпустили из каталог работы. Увидеть, найти правильный ракурс, правильный взгляд на эту очень значимую фигуру. Для этой цели мы создали проект на сайте Планета.ру. И призываем всех присоединиться к нашему проекту, поучаствовать в этом проекте, для того, чтобы, наконец, было осуществлено издание каталога Инны Интимы. Субтитры создавал DimaTorzok